В 2010 году ветеран ВОВ, инвалид первой группы Мартын Шитин получил сертификат на сумму 846 тысяч рублей для приобретения жилплощади. В то время, когда агентство недвижимости уже подыскало подходящую квартиру за миллион рублей, опекун пенсионера и его сын находился в больнице. Чтобы все прошло без задержек, в деле появился новый фигурант в лице Вячеслава Побокова, который является дальним родственником семьи Шитиных. Отец добавил свои деньги, гробовые, чтобы выкупить эту квартиру. Родственник оказал медвежью услугу, оформил все на себя, дарственную сделал. И вот когда я вышел из больницы, три месяца лежал, он все это дело оформил. Я вышел из больницы, обратился в прокуратуру, и мне пишет заявление, и все, я написал заявление. Через суды в 2012 году Ивану Шитину удалось отсудить квартиру. Однако Вячеслав Побоков собрал документы, в которых сказано, что он сделал в квартире ремонт на сумму около 300 тысяч рублей. Заплатил бывшим владельцам дополнительно 250 тысяч. С этими бумагами он обратился в суд. В итоге суд обязал ветерана выплатить около 700 тысяч рублей в пользу Побокова. По словам Ивана Шитина, никакого ремонта никто не делал, кроме предпродажного, силами бывшей хозяйки. Трубу загнали под плитку. Это, не дай бог, что, ремонт какой будет. И, пожалуйста, вот посмотрите сюда, на эту сторону. Обратите внимание, как будто удовлетворил ремонт, удовлетворил их. Они пишут, 300 с лишним тысяч взяли, это ремонт. Это евроремонт называется. Семья Шитиных несколько раз обращалась в полицию, к следователям, к полномочному представителю президента России в Бурятии, в суды. Но результат один, в возбуждении дела отказать. Тогда Иван Шитин нашел фирму «Потолокмастер», которая по документам делала ремонт и подал на эту компанию в суд. Но, как оказалось, эта фирма ремонт в квартире не производила и денег от Побокова не получала. Имеется письменное заявление от генерального директора «Потолокмастер». В договоре написано 66 килограммов гудруна, понимаете, три унитаза, три комплекта ванной комнаты, пакли, 9 килограмм пакли. Это вообще, ну, они просто подбили, подобрали, подогнали сумму и все. Ну, это же вообще, вот эти документы мы предоставляли судье в рубашке. Она не посмотрела на это, вернее, она посмотрела и сказала, я доверяю этим документам. У семьи Шитиных не осталось сомнений по поводу того, что их родственник оказался непорядочным человеком. Эта история со странным договором о ремонте дала повод усомниться и о выплате Побоковым бывшей хозяйке квартиры сумму в 250 тысяч рублей. Теперь сын ветерана Иван Шитин ищет Любовь Железных, предыдущую владелицу квартиры, которая смогла бы доказать, что ремонт после продажи не проводился. Так или иначе, Шитины готовы идти до конца, чтобы наказать дальнего родственника. Баир Цедыпов, Алексей Ионов. Первая альтернативная.